Салют, друзья, с вами Серый Мотор, и сегодня у нас книга «Вирус», которую написал Цяй Дюнь. Поехали! Данная книга попадает в рублику «Книга за сотню», потому что купил я её за 86 рублей ещё в прошлом году. В аннотациях мне понравилось то, что это мистика, а ещё это попахивает детективом. Так подумал я. Мистику я люблю, детективы я люблю, историю я люблю. Короче, всё, как я люблю. Как только книга мне пришла в руки, я сразу же понял, что она стоит не более 100 рублей. Ну, потому что здесь все атрибуты, друзья. Ну, посмотрите, какая шикарная, классная обложечка. Просто волшебная. Какие белые, хрустящие страничники. Вы только послушайте, какие они, а? Какие они отбелены, просто, ну, шик же, хрустящие, просто. Какие рисуночки. Всё на высшем уровне, друзья. И стоит всё это 86 рублей. Всё как обычно. Дешёвые книги, мега крутые, мега круто сделаны. Дорогие книги всегда в каких-то мягких обложках стоят кучу денег. Почему бы, казалось? Наверное, маркетинг, друзья. Что ж, давайте узнаем, что же с этой книгой не так и почему она стоит всего лишь 86 рублей. Вот при таком вот оформлении. Как только я начал читать эту книгу, у меня возникло ощущение, что написал её ребёнок. Ну, потому что, знаете, вот эти рассказы во дворе, когда ребёнок рассказывает чё-то, и он накидывает, накидывает, придумывает, придумывает, и его фантазии нету предела. Он что-то добавляет, постоянно добавляет, добавляет. И у детей как? Им же просто, чтобы круче было. Им не важно, чем всё это закончится или откуда всё это пришло. Важен факт того, что он всё это видел, и он всё это знает. По подобному сценарию строится и данное произведение. Автор накидал сюда как можно больше всего. Но можно выделить три основные линии. Автору очень интересна история, интернет и мистика. Всё это я, естественно, поддерживаю. Что касается жанра книги. Здесь написано, что это интернет-триллер. На самом деле это не так, друзья. Это, знаете, что такое, наверное, мистический детектив. Вот самое лучшее определение, которое можно дать вот этому произведению. Почему же слово интернет вынесено здесь на обложку и красуется вот прямо здесь? Потому что книга эта была написана на стыке веков, то есть 2000-х годах. Тогда интернет был не у всех, да и компьютеры тогда были далеко не у всех. Поэтому китайский автор и вообще маркетинговая компания решили вывести это сюда. Потому что интернет это было круто. Ну и автор, естественно, под впечатлением от интернета решил написать что-нибудь на эту тему. Хотел бы я сказать, что ему это удалось, но, к сожалению, это не так. Потому что интернет здесь можно заменить на всё, что угодно. И это будет работать абсолютно так же. Как я уже и сказал, это как будто повествование маленького ребёнка. То есть начинается книга с того, что один великий писатель, а возможно не очень великий, вдруг получает мейл от своего товарища. Тот ему говорит, приедь ко мне срочно, очень важное дело. Если ты не приедешь, то что-то произойдёт. Он, короче, к нему приезжает и выясняет, что тот покончил жизнь самоубийством. Потом другой его товарищ кончает жизнь самоубийством. Потом девушка этого товарища кончает жизнь самоубийством. И даже его лечащий психиатр кончает жизнь самоубийством. Тогда он встречается на семейном празднике со своим дальним родственником, который по совместительству полицейский. И тут они выясняют, что по всему Китаю оказывается огромное количество смертей. Вот таких происходит самоубийств. И все эти люди посещали один интересный сайт. Называется он какой-то там древнеймогилы.ком. Что-то такое. Этот сайт как вирус разрастается, разрастается. И там, когда ты заходишь, нужно найти императрицу. Она ждёт тебя в подземелье, написанном завораживающими буквами, надписями, чем угодно. И люди там ходят, бродят, находят эту императрицу. И она им, короче, говорит. Найди мою голову, дружок. У тебя на это три дня. А если ты не находишь, то кончаешь жизнь самоубийством. Вот и все дела. Вот таким образом погибают эти люди. Сюжет здесь прямой, как палка. У него нет оснований закручиваться. Если это детектив, то к главному герою никаких проблем ничего не составляет. Найти какие-то вещи может только он. Принять сложные решения может только он. Куда бы он ни пошёл, он везде находит ответы. Что бы он ни делал, он приходит туда, куда нужно. Поэтому, в принципе, детективная составляющая здесь вот такая. Он что-то ходит, бродит и находит всегда всё, что нужно. Что касается мистической составляющей, то здесь уже всё намного лучше. Но, как я и сказал, накидывал ребёнок. Если постоянно что-то происходит, то кто-то остаётся в нетронутом состоянии. Императрица умерла давным-давно, её тело не разлагается. Оно хранится в том состоянии, в котором его похоронили. Плюс оно ещё редкой красоты. Плюс ей отрубают голову. Плюс куча людей вокруг умирает. И непонятно вообще, что и как, зачем происходит. Какие-то несколько моментов я забывал, что эта книга написана ребёнком. Я вот прям вчитывался, и мне было интересно, что же будет дальше. Но дальше было всё очень просто. Ну, потому что, когда ребёнок пишет книгу, его говоришь, а почему вот так? И он выдаёт тебе просто какой-нибудь гениальный ответ. Говоришь, а почему вообще эта императрица была вот такой? Он такой, а, да, она инопланетянка. И такой, а, ну, типа, и всё? Ну, как бы, да, это всё объясняет. Это простая книга с простыми объяснениями, друзья. Здесь не будет чего-то невероятного, фантастического. Всё нереально просто. Сюжет, как я уже сказал, прямой как палка. Ты идёшь по нему, мистика, не мистика. Интересно ли написано? Ну, так, поскольку здесь всё очень просто, то, ну, бывают моменты, вот как бывали у меня моменты, когда я туда погружался, а потом разгружался. Что касается персонажей, то они здесь, естественно, тоже не прописаны. Потому что здесь и незачем это делать. Автору неинтересны герои, о которых он пишет. Ему интересны события. Ему интересно накидать как можно больше всего в эту книгу. Ну, как я уже и сказал ранее. Поэтому персонажей здесь они не нужны. Почему эти люди сходятся? Почему у него такие галлюцинации? Почему всех вокруг она убивает, а его не убивает? Почему их голову перешили, а она ожила? Почему она до этого не оживала? Короче, миллион вопросов, на которых просто нет ответов. Потому что эти ответы автору нафиг не нужны. Ему это неинтересно. Почему пошла девушка, куда-то там утопился? Что вообще с этим всем происходит? Автору пофигу. Ему главное жутью нагнать. Накидать как можно больше всего сюда. Показать, насколько он крут, и что он видел, а что он знает. И все. А ответы? Ну, бог с ними. Прописать персонажей? Да нафига? Нафига здесь вообще нужно рассказывать об этих идиотах? Когда главное это куча событий. Ведь важно не кто ты, а что ты сделал. Что ты нашел? Как ты предотвратил целую катастрофу? Как ты остановил вирус? А вот как. Читайте книгу, друзья. И все узнаете. Если говорить о моей оценке данному произведению, то оно весьма неплохо. Оно не такое, чтобы прям вот подумать о жизни, прочитать, найти какие-то интересные ходы, что-то оригинальное. Нет, это совершенно не то произведение. Это произведение одно из тех, которых ты можешь взять с собой в дорогу. Чтобы не напрягать мозг, ни о чем не думать. Просто отключиться и хорошенечко провести время. Вот это та самая книга. Она неплохая и нехорошая. Она просто для того, чтобы убить время. Ты не будешь напрягаться, не будешь думать. И все у тебя будет хорошо. Поэтому, если вы едете в дорогу, я вам рекомендую. Классная книга. Просто скоротать время. Для всех остальных случаев, если вы хотите хорошей мистики, хорошего детектива, это, конечно же, не сюда, друзья. Это не то произведение, на которое стоит тратить свое время. И у меня на этом все, друзья. Читайте книги, будьте счастливы и подписывайтесь на мой канал.